Здравствуйте! В эфире новости Татарстана в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В 1923 году в Казанском университете прошло оргсобрание членов Республиканского комитета студенческой молодежи. Тогда в университетской ячейке состояли всего 42 комсомольца. В этот день в 1953 году было образовано Министерство культуры ТССР. Сейчас ведомство, за плечами которого 70-летняя история, работает над укреплением и сохранением традиций и обычаев народов Республики. А также осуществляет масштабные культурные проекты. 30 июня 1951 года в Казани появился дворец пионеров имени поэта-героя Абдуллы Алиши. Сейчас это дворец и детского творчества. Это событие прошлого, сейчас о главном на сегодня. Шестой день голосования по поправкам в Конституцию. Это возможность для нас, для граждан Российской Федерации, принять участие в формировании нашей собственной судьбы. С теми, кто уже проголосовал, пообщалась Алия Харуддинова. Безопасный шоппинг. Для безопасности наших клиентов мы используем тестеры только с дозатором. О новом этапе возвращения к нормальной жизни. Рамиль Галиулян. Удар по отдыху. Доходы у нас очень маленькие, но мы, значит, выживаем. Что сейчас происходит с туристическим потоком в Татарстане и куда стремятся люди, знает Сергей Хайдаров. Кто мусорит, тот и платит. Жители, которые отходы образуют, они платят добросовестно все платежи. А юридические лица, строительные компании, о том, что я расскажу, они пользуются этими пробелами. Первый блинком или каких дополнений требует мусорная реформа. Мнение сторон выслушала Зарина Ахметова. Завтра в стране день общероссийского голосования. Жителям предстоит решить, быть ли изменением в Конституции страны. Президент России Владимир Путин сегодня обратился к россиянам и пригласил прийти на участки, отметив важность голоса каждого. Обновленный текст Конституции, все предложенные поправки вступят в силу только при вашем одобрении, при вашей поддержке. Вы знаете, что голосование уже идет несколько дней. И такой шаг продиктован требованием защитить здоровье людей. Хочу поблагодарить всех, кто уже сделал свой выбор. Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный. За 6 дней голосования свой голос по поправкам в Конституцию отдали почти 2 миллиона татарстанцев. Это две трети зарегистрированных в республике избирателей. Об этом сообщил председатель Центра избирком Андрей Кондратьев. Активно сегодня голосуют как в крупных городах республики, так и в глубинке. Как сегодня делали свой выбор татарстанцы, увидела Алия Харудинова. На свой избирательный участок главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов пришел, как и рекомендовали, в своих перчатках, в своей маске. Ему измерили температуру, только на расстоянии проверили личные данные. Все действия членов избиркома доведены до автоматизма. Как никак, позади 5 дней голосования. Важнейший блок поправок отнесен к поднятию на высочайший кондиционный уровень гарантий социальных, трудовых прав граждан. Это возможность для нас принять участие в формировании нашей собственной судьбы. Председатель исполкома Конгресса Татар Ринат Закиров тоже на красной линии. Минута на все и голос отдан. Говорит, может сравнить Конституцию 1993 года с той, что была при Советах. В поправках видит то, что в период развала просто утратили. Видимо, подумали, что рыночная экономика требует совсем другого. Но жизнь показала, что социальная защищенность народа – это главное достижение государства. Сегодня шестой день голосования по поправкам. Кстати, на каждом избирательном участке есть вот такие стенды, где можно ознакомиться со всеми возможными изменениями. Изучать стенд генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагогин не стал. Он уже знаком с сутью поправок. Быстро пришел, быстро проголосовал и призвал заводчан также отдать свой голос. И напомнил, 1 июля президент России объявил выходным днем. Значит, будет время и проголосовать, и провести день с семьей. Первого у вас появится возможность посвятить этот день своим детям, семье. Собственно, ради них мы голосуем за изменения в Конституции, за будущее страны, за будущее наших детей. Сегодня свой голос отдали министр по делам молодежи Дамир Фатахов, председатель общественной палаты Зиля Валеева, герой-афганец Рафаэль Шекерзянов, вице-премьер Роман Шейхуддинов. Приоритет информационно-технологического развития нашей страны. Не секрет, сегодня в мире страны конкурируют между собой в первую очередь технологиями и человеческим капиталом. Для нас важным является приоритет поддержки научно-технологического развития. Ровно в полдень Центр избирком Татарстана представил новые данные по явке. По состоянию на 29 июня в общероссийском голосовании в Татарстане приняли участие 1 804 108 человек. На придомовых территориях, специально оборудованных шатрах, автобусах проголосовало 134 613 наших избирателей. Участки для голосования работают на придомовых территориях сегодня последний день. В Татарстане правом волеизъявления обладают 2 миллиона 900 тысяч человек. Алия Харудинова, Рамзиль Гарипов, Алмаз Зеединов, ТНВ, Казань, Набережные Челны, Иннополис. Сегодня завершилось голосование на открытом воздухе. 1 июля проголосовать по вопросу внесения изменений в Конституцию России можно будет только на стационарных участках или дома по месту прописки. Заявки на голосование на дому будут принимать до 5 вечера 1 июля. Центр избиркоми республики сегодня не только подвели итоги явки за 5 дней общероссийского голосования, но и говорили о предстоящих осенних выборах. На заседании принято решение об открытии специальных избирательных счетов кандидатов на должность президента республики. Это положено сделать согласно избирательному кодексу. Напомним, накануне документы на выдвижение в ЦИК подал действующий президент Рустам Миниханов, получивший мандат доверия от Единой России. Также в ЦИК документы представил Альмир Михеев из «Справедливой России». Выборы пройдут 13 сентября. Выдвижение кандидатов на должность президента продолжится до 12 июля. Мы переходим к другим темам. В Татарстане сегодня подтвержден 41 новый случай ковид-19. Все они контактные. 25 человек госпитализированы. В Казани за сутки 26 заболевших. Таким образом, на 30 июня в республике зарегистрировано 4555 случаев коронавируса. На лечении остаются 1129 человек. Спустя три месяца в Татарстане заработали крупные непродовольственные магазины, чья площадь 800 квадратных метров. Правда, открылись пока только те, у которых есть отдельный вход. Это очередной этап послабления. О правилах шопинга в новых условиях Рамиль Галиули. Даже рядовой поход в торговый центр теперь не будет прежним. Символы шопинга в этом сезоне определенно маска и перчатки. Без них ни в один магазин просто не впустят. Магазины в республике закрылись в конце марта. С тех пор время для продавцов словно остановилось. А еще сменился и сезон, и коллекции. Теперь предприниматели учатся работать в новых условиях. Спустя три месяца в этом торговом центре снова появились покупатели. Главное условие – наличие отдельного наружного входа. Двери, стеллажи, товары. Сотрудники магазинов дезинфицируют буквально все, до чего можно дотянуться. Обработка одежды после каждой примерки. События долгожданные для нас, потому что без работы, понимаете, тяжело. Пока здесь открылся только первый этаж на разрешенных 800 квадратах. Это больше 10 торговых точек. Предприниматели говорят, многие смогли остаться на плаву благодаря онлайн-торговле. Помог и арендодатель. Три месяца без средств к существованию. Администрация нам пошла на встречу, сделала скидочку 50%. Мы работали по записи, собирали доставочку и отвозили людям. Это в сравнении не идет. Все пространство, которое мы не допускаем покупать, у нас ограждено лентами. А этот магазин электроники заработал еще на первом этапе послаблений. Разрешенную площадь здесь выгордели лентами и ограждениями. Сейчас ее увеличили. Для покупателей на входе маски и перчатки. Обязательное соблюдение дистанции. Жесткие требования и для персонала. Температуру мы меряем каждые 4 часа. Соответственно, если наш магазин работает с 10 до 9, то не менее трех раз в день сотрудники меряют температуру. У нас имеется также бесконтактный термометр. И специальные листы учета температуры сотрудников. Мы используем тестеры только с дозатором. Все остальные, к сожалению, тестеры мы вынуждены были убрать. Строгие требования к магазинам косметики. Обязательная дезинфекция каждые несколько часов. Консультанты не подходят ближе, чем на полтора метра. На каждом шагу разметки антисептики. Покупатели впускают лишь ограниченное количество. Рекомендованное количество людей – это на одного человека 4 квадратных метра. Поскольку у нас открыто 800 квадратов, мы приняли решение запускать не более 100 человек. Открытие магазинов покупатели ждали не меньше продавцов. И ко всем мерам защиты относятся спокойно. Конечно, стало лучше, потому что невозможно сидеть постоянно в изоляции и не выходя никуда. Ждала открытия магазинов, абсолютно всех магазинов. При этом соблюдая, конечно же, все правила безопасности ради самих себя. При этом объявлять победу над пандемией рано. В республике по-прежнему закрыты крупные торговые центры, кинотеатры и клубы. Рамиль Галюль, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Ни один туроператор в Татарстане не закрылся из-за пандемии. А поток отдыхающих начал медленно восстанавливаться. Об этом сегодня заявил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов. Но заграничный отдых по-прежнему недоступен. Турагентство продолжает аннулировать путевки на июль. Что спасет туризм и готовы ли туристы спасать сами себя, узнавал Сергей Хайдаров. Сейчас я только в Крыму. Там очень хорошо, говорят, у меня дочь и сыночек отдыхают там. Учитывая обстановку в сфере турбизнеса, сегодня нам крупно повезло. Только приехали в турагентство и сразу клиент. До мира давлешина уже через неделю поедет в Симферополь. Главное, говорит, надеть маску, перчатки и можно на пляж. А чего бояться? Надо всегда смотреть вперед. Не оглядываясь назад. Если одних устраивает отдых в России, то другим подавай турецкие берега, да балийский загар. Однако последние уже пересматривают свои планы. За границу летать нельзя. Турагентство начали аннулировать путевки на июль. Денежные средства туристов остаются на депозитах. И, пожалуйста, туристы пусть не волнуются. Они никуда не пропадут. Этими средствами можно воспользоваться, как только стабилизируется обстановка. Сейчас отдохнуть в Стамбуле можно, если только приехать вот в этот Казанский парк. По-другому никак. Граница закрыта. И за все время режима самоизоляции выездной туристический поток в республике многократно упал. И постепенное снятие ограничений вселяет уверенность турагентов. Они говорят, раньше над нами сгущались тучи. Сейчас мы наконец-то видим просвет. Свет в конце тоннеля – это внутренний туризм. На него в Татарстане и делают ставку. Рекламу республики еще неделю назад сделала глава Ростуризма. Не забывать про регионы Большой Волги. Это и Тверская область, Ярославская, Нижегородская. Республика Татарстан, где много качественной инфраструктуры. Привлекать россиян в республику должен проект «Тысяча и одно удовольствие», говорит Сергей Иванов. На выбор путешественникам сразу 8 маршрутов. Туристический поток восстанавливается и очень медленно. На сегодняшний день мы имеем порядка, наверное, 25%, может быть, даже максимум 30% от того туристического потока, который был, скажем, в это же время. В среднем, да? Да, в среднем, в 2019 году. Пляжи курортных городов России сейчас все больше заполняются туристами. Вот так выглядит набережная Сочи, немало людей на пляжах в Крыму. Только вот, как видно из кадров, сделанных самими туристами, в клубах и барах ночью про масочно-перчаточный режим будто и не слышали. О социальной дистанции тем более. В Татарстане туристов пока немного. Гостиницы заполнены всего на 15%. Но турбизнес республики выжил в условиях пандемии. Несмотря на прогнозы, не закрылся ни один туроператор. То же самое касается гостиниц. Чем чаще россияне будут выбирать Татарстан как место отдыха, тем быстрее туризм и гостеприимство в республике снова восстановится. А это необходимо. Из-за пандемии уже сейчас без работы остался каждый третий специалист этой сферы. Сергей Хайдаров, Ренат Сафин, ТНВ Казань. Почему Казанский суд вернул прокурорам дело экс-лидера отделения партии «Справедливая Россия» в Татарстане? Подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Это новости Татарстана и далее в выпуске. Кто мусорит, тот и платит. Жители, которые отходы образуют, они платят добросовестно все платежи. А юридические лица, строительные компании, о том, что я расскажу, они пользуются этими пробелами. Первый блинкомом или каких дополнений требует мусорная реформа. Мнение сторон выслушала Зарина Ахметова. Главное не форма, а содержание. Уникальность и особенность этой территории. Просто мы живем постоянно в этом, нам кажется, что это ничего такого, обычное вещь. Подробности у Натальи Мединой. Успешнее всего в Татарстане реализуется национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. Об этом сегодня рассказали на совместном заседании комиссии Президиума регионального полицовета Единой России и комиссии по национальным проектам в муниципальных образованиях. Встреча прошла в режиме видеоконференции. В Татарстане реализуется 12 национальных проектов, в рамках которых запущено 50 региональных проектов. Самый главный вопрос, который всегда наша комиссия считает основным, ключевым, это вопрос вовлеченности населения, информированности населения. В безопасной и качественной дороге уже второй год проект, который реализуется наиболее успешно. Детские пособия семьям, пострадавшим в период пандемии и выплаты безработным. Татарстанцы продолжают получать меры поддержки, предложенные Владимиром Путиным. В приоритете сейчас трудоустройство. Хватает ли в Татарстане рабочих мест и какие еще программы занятости уже в разработке? Вопросы министру труда адресовала Юлия Муратова. Семьи с детьми в период пандемии получают сразу несколько видов материальной поддержки. Это единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, а семьям с маленьким доходом доплаты на каждого ребенка. А какая поддержка семьям оказывается в республике? С 2020 года по поручению президента республики Рустам Другалевича Мениханова были введены новые меры, которые касались прежде всего малообеспеченных семей с детьми. Это мера на лекарственные препараты. Затем, если в семье трое детей, и кто-то из них ходит в детский сад, и семья малообеспеченная, то здесь идет стопроцентная компенсация оплаты за детский сад. В стране максимальные выплаты по безработице для граждан, ставших на учет с 1 марта этого года, увеличили до 12 тысяч 130 рублей. Какую помощь оказывают республики тем, кто особого стажа не имеет? Длительно неработающие граждане, конечно же, получают минимальный размер пособия. В размере 4,5 тысяч рублей и по 3 тысячи на каждого ребенка. Затем, незастрахованные лица. У нас есть такие студенческие семьи, которые, допустим, не успели поработать. Закончили вуз с девушкой, затем они поженились. Они получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно в два раза увеличено. Как выросла безработица за полгода? Мы зашли в этот год, когда было официально через службы занятости зарегистрировано всего 10 тысяч человек. Это был исторический минимум в регистрации численности безработных. А вот после 1 марта численность безработных увеличилась. У нас на 55 тысяч подросло число тех, кто после 1 марта встал на учет по безработице. Сегодня я должна констатировать, что мы имеем такую стабилизацию по численности безработных. В каких городах больше всего ищут работу? Если на период пика, когда остановилось производство, у нас было всего в базе данных в Акаде порядка 20 тысяч предложений рабочих мест. Сегодня уже более 40 тысяч. Проблем с трудоустройством нет. Какую поддержку по трудоустройству получают татарстанцы? Пособие даже максимальное в размере 12 тысяч, оно не заменит заработную плату. Средняя заработная плата порядка 35-36 тысяч. Согласитесь, это в три раза даже более, больше, чем максимальная выплата. Мы приглашаем активно трудоустраиваться. В среднем в неделю у нас трудоустраиваться до 700 человек. Есть ли у нас новые программы занятости? Она существует, но пока мы сейчас с федеральным центром отрабатываем принципы этой временной программы. Это вопрос создания временных рабочих мест. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. В соцсетях и пабликах появились фейковые сообщения. Мошенники пишут о том, что выплаты на детей от 3 до 16 лет уменьшают накопительную часть пенсии граждан ровно на выдаваемую им сумму. Пенсионный фонд республики призвал быть татарстанцев более бдительными и не верить лжесообщениям. Отделение Пенсионного фонда России по республике Татарстан напоминает. Средства на дополнительные выплаты семьям, детьми до 3 лет и от 3 до 16. Выделяются с федерального бюджета дополнительно и никак не влияют на размер накопительной пенсии гражданина. Данная публикация – дело рук мошенников. Бизнес, добровольцы и власть с общей целью помочь. В Татарстане стартовал четвертый этап по раздаче продуктовых наборов для нуждающихся. Их в рамках республиканского движения «Ярдам Янаше» «Помощи рядом» сегодня доставили в Нурландские и Апастовские районы. Наборы получают 55 тысяч семей. В основном пенсионеры, дети из малоимущих семей и наиболее пострадавшие от коронавируса. Тем, у кого нет возможности забрать продуктовый набор самим, его доставляют на дом волонтеры. Напомним, проект «Помощи рядом» стартовал в конце апреля. Его поддержал Рустам Миниханов. Всего доставят 220 тысяч наборов. Участвовал в этой акции у нас где-то 127, наверное, человек. Берут продуктовые наборы, адреса и на машинах, кто на своих личных автомобилях, кто на муниципальных автомобилях, развозят продуктовые пакеты по адресам. Предприниматели не хотят заключать договоры. Средств на обновление контейнеров не хватает, а население недовольно суммой начисления за вывоз мусора. Это только часть проблем, которые вскрылись за полтора года мусорной реформы. Что с этим делать? Сегодня депутаты Госсовета Республики провели выездное совещание в Сабинском районе. Туда же пригласили регионального оператора западной зоны. Понадобится ли помощь депутатов тем, кто ежедневно вывозит отходы? Зарина Ахметова. Вывоз и размещение отходов. Этим занимается рекоператор. А кто отвечает за содержание контейнерной площадки? По сути, муниципалитет. Чья земля, тот и хозяин. Но по факту в бюджет районов эта статья даже не заложена. И поэтому уборкой здесь занимаются компании, вывозящие мусор. Из-за этого возникает конфликт между сторонами, так как зона ответственности законом не обозначена. Сами контейнеры в некоторых районах рекоператор уже успел обновить. Но в тех же Сабах они до сих пор старого образца. За тот период, в который мы с вами работаем, пока кроме оплаты, увеличения, никаких изменений. Всему виной ограничения в 1%, говорят здесь. Столько выделено компаниям на закупку новых емкостей под мусор. Но самая большая проблема, по словам рекоператоров, отсутствие базы данных жителей. Сколько человек прописано в квартире или доме? Появляется большое количество недовольных жителей, которые пишут жалобы, вплоть до президента нашей страны, потому что мы не можем корректно начислить. Вот в этом плане выступаю с определенной просьбой, чтобы законодательные инициативы проявили, чтобы региональным операторам дали доступ к базам данных федеральной миграционной службы. Многие предприниматели от заключения договора с рекоператором просто уклоняются, при этом пользуются его услугами. Жители, которые отходы образуют, они платят добросовестно все платежи, а юридические лица, строительные компании, о том, что я расскажу, они пользуются этими пробелами и не дают на самом деле этой реформе встать на рельсы. На фоне Казани, которая активно внедряет раздельный сбор, портят статистику районы. В целом по республике только 20% населения разделяют отходы. Есть техническая сторона этого вопроса, что ведет по данным рекоператоров к увеличению транспортных расходов, потому что надо отдельно вывозить органические, так сказать, мокрые отходы и отдельно вывозить сухие отходы. Все вопросы депутаты будут изучать с рекоператорами и муниципалитетами. Пока же планируют создать единый реестр контейнерных площадок. Есть предложение усилить контроль за юрлицами, которые игнорируют правила обращения с отходами. Зарина Ахметова, Вадим Иларионов, ТНВ, Сабинский район. В центре Казани создадут два садовых кольца. За два года команда архитекторов, проектировщиков и исследователей создали современную модель городского пространства. Как специалисты смогут не только сохранить историческое ядро, но и создать город будущего, расскажет Наталья Мезина. Эти спуски по улице Астрономическая во многом напоминают всем известные дороги в Сан-Франциско. Однако, если за границей это давно стало достопримечательностью, то в Казани лучкам не уделяют должного внимания. А благоустройство почти отсутствует. Зря. Ведь именно отсюда открывается прямой путь к Волге. Волга, Казанка и Булак – главные акватории города. Именно в их направлениях планируют идти благоустройство Казани. Двухлетнюю работу команду из 30 архитекторов и исторических исследователей презентовали Ильсуру Медшину. Исторический центр – это пространство не запретов, а возможностей. Но возможности не через призму жажды наживы, а сохраняя то культурное наследие архитектурное, которое есть. Историческая территория Казани сейчас занимает всего 4%. Сохранить культурное ядро – вот главное правило проекта. Все будущие объекты должны гармонировать с существующими. Так, например, создание двух садовых колец с пешеходными дорожками и велозоной – это плюс 30% к озеленению города. Минимальными усилиями соединить эти островки. Сделать удобное покрытие без препятствий, чтобы там встретилась дорога – значит пешеходный переход. Встретился овраг – значит пешеходный мостик. Кроме того, Казань разделят на 12 мини-центров. Все это время главной проблемой оставался барьер между проектированием и сохранением памятников архитектуры. Теперь этот этап будет упрощен. Раньше проекты неоднократно возвращались. Жаркие дискуссии были. Мы именно золотой вот этот баланс сохранения развития и исторического облика и современной архитектуры постарались обрести этот баланс. Проект рассчитан на 15 лет. Через месяц модель будущего преображенного исторического центра представят на утверждение Рустама Мениханова. Наталья Мезина, Рамдиль Гарипов, ТНВ, Казань. Сабантуй в Татарстане пройдет 4 июля в онлайн-формате. И состоится он на ТНВ и на радио «Болгар». Весь день в субботу празднуем вместе. Трансляция начнется в 8 утра и продолжится до 20.00. В онлайн Сабантуй примут участие известные артисты, а также будет организован интерактив со зрителями. Можно звонить в студию и поздравить лучших тружеников. Можно присылать видеопоздравления в наши социальные аккаунты. На ТНВ в этот день вы увидите самые яркие Сабантуй прошлых лет и получите массу положительных эмоций. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Предложенные поправки Конституции направлены на всесторонные укрепления Российской Федерации с учетом внутренних и внешних факторов. Главное, чтобы все положения основного закона неукоснительно соблюдались. В частности, Конституция Российской Федерации гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка. Гарант Конституции наш президент всегда подчеркивает значимость родного языка, языка матери для каждого народа. Конституция с поправками нацеливает всех нас на работу на одной волне с президентом страны Владимиром Путиным. Что явится залогом стабильности власти. Стабильная власть – это безопасная, успешно развивающаяся страна. 1 июля. Выбор за каждым из нас. А вы задумывались, кто такой химик? На Казань Оргсинтезе работают более 8 тысяч человек. И каждый из них, так или иначе, причастен к большой химии. Сотни профессий, тысячи профессионалов, для которых химия – это жизнь. КПК Агрорусь. Здесь ваши сбережения растут. Пайчиком до 8,1% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. А вы задумывались, кто такой химик? На Казань Оргсинтезе работают более 8 тысяч человек. И каждый из них, так или иначе, причастен к большой химии. Сотни профессий, тысячи профессионалов, для которых химия – это жизнь. Здравствуйте! О погоде поговорим через несколько секунд в студии Софии Егорова. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, восстание 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. Среда обещает быть облачной, но преимущественно без осадков. Температурный фон повысится. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Бугульме, Бавлахе и Ознакаево, несмотря на облачность, вероятность осадков будет небольшой. И станет значительно теплее – плюс 18-19 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге облачно без осадков. Температурный фон повысится до плюс 20. Комфортное тепло будет в Агрызе, Менделеевске и Актаныши. Здесь также вероятность осадков будет небольшой. В Арске, Кукмаре и Болтасе весь день небо будет затянуто облаками – плюс 20. Потеплеет в Болгаре, Дрожженом и Буинске, преимущественно без осадков. Температура повысится до плюс 23. В Альметьевске чисто полей Мамадыши, облачно, с прояснениями и без осадков. Плюс 20-21 градус днем. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани, а так барс дом – дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани – 295-47. И на сайте akbarsdefisdom.ru Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарс дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани – 295-77-77. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. Всего один укол позволяет спасти разрушенный сустав даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Приходите в Доктор Рост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Рост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В Казани будет облачно с прояснениями. Вечером небо очистится от облаков. Ночью около 6 тепла. А днём потеплеет до плюс 22. Ветер южный, умеренный. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 44%. Магнитное поле Земли спокойное. Большой выбор садовых цветов в ДК «Химиков» с 1 по 2 июля 2020 года. С 10 до 18 часов. С 10 до 18 часов.